Эксперты Гарвардского университета изучили медицинские карты таксистов, обращавшихся в медучреждения за последние 13 лет. Они пришли к выводу, что наибольшую опасность для профессиональных водителей представляют вибрации автомобиля, которые провоцируют межпозвоночную грыжу, радикулит, остеохондроз и ряд других недугов. В целях профилактики этих болезней следует периодически делать простую 5-минутную разминку или еще лучше попробовать профессиональные процедуры. К примеру, ударно-волновую или прессотерапию. Ударно-волновая терапия в основном улучшает приток крови к тому или иному органу. Соответственно, когда человек долго сидит, у него в основном страдают коленные, тазобедренные суставы. Аппарат прессотерапии в основном воздействует на гиподинамию человека. То есть, когда он длительно находится в одном статическом положении, хорошо, если мы с сжатым кислородом, сжатым воздухом работаем с определенными и конечностями, и, в принципе, со всем организмом в целом. В числе прочих распространенных жалоб таксистов – болезни, возникающие из-за нарушения кровообращения, проблемы с желудочно-кишечным трактом и хроническая усталость. Игнорировать утомление также очень опасно, ведь оно приводит к ряду серьезных заболеваний. В итоге это болевается в том, что у нас развивается остеоартроз определенных суставов, плюс остеохондроз и сколиоз в области поясничного и пояснично-грудного отдела позвоночника. В дальнейшем гипотинамия приводит к определенным жировым отложениям в тех или иных органах. Тревожными звоночками являются так называемые миозиты – мышечные тяжи. Если водитель замечает напряжение, боль или неприятное ощущение в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, тазобедренных или коленных суставов, то значит пришло время обратиться к врачу. Продолжение следует...